здравствуйте друзья вот после нашей поездки по чикаго мы как бы немножко переосмыслили тему иммиграции у меня появились какие-то мысли по этому поводу и я хотел бы с вами сегодня поделиться этими мыслями вопрос очень простой почему люди уезжают уезжают из страны где они родились и выросли уезжают из страны где существуют их родители остаются или находятся могилы предков все-таки они решают уезжать и мне кажется что правильно было бы вопрос поставить не почему они уезжают а от чего они уезжают и вот такая постановка вопроса она сделает более осмысленным сам вопрос переезда мне кажется что люди уезжают так глобально в широком смысле а это от неуверенности завтрашнем дне вот нестабильности от отсутствия перспектив для себя или для своих детей от финансовых сложностей от финансовой нестабильности неуверенности в завтрашнем дне и соответственно все вот эти позиции они ищут чужой для них стране и когда они подводят проводят подготовку к иммиграции пытаются понять где я все таки в какой стране и в каком месте решение всех этих перечисленных проблем сделать легче может быть более короткие сроки то они пытаются собрать больше информации проанализировать ее и принять какое-то для себя правильное решение понятно конечно что мы в нашем блоге совершенно не можем давать всем и каждому какую-то конкретную информацию где человеку будет жить лучше где ему решить свои проблемы будет легче и быстрее но тем не менее есть некоторые мысли которые может быть будут полезны другим людям и которые может быть помогут им принять для себя правильное решение и сориентироваться в сложные ситуации связанные с иммиграцией вопрос этот связан вот чем значит первое время это адаптация в стране большое значение имеет значит если мы говорим про соединенные штаты то огромное значение имеет наличие или отсутствие языка потому что отсутствие языка оно сразу же ставит некоторые ограничения на те места куда человек может поехать все таки если человек свободно владеет английским языком у него значительно больше возможностей и также имеет значение это семейное положение и возраст ну понятно что эмигрировать в молодом возрасте легче да еще со знанием английского языка да еще если человек один это все намного проще чем когда у него семья дети и нужно решать комплекс гораздо более сложных вопросов но все таки когда человек один допустим молодой человек который свободно владеет английским языком у него нет знакомых непосредственных друзей в америке кому бы он мог обратиться что же ему предпринимать вопрос молодые люди кстати очень часто приезжают по визитже и ванны потом пытаются каким-то способами оставаться и там уже идет и политическое убежище и мэриджи какие-то может быть другие есть формы профессиональные профессиональные какие-то другие но вопрос в том что если человек едет например по визитже иван то есть он едет на работу владея языком хорошо бы ему присмотреться к местным комьюнити вот мы на самом деле ностальгически увидели украинскую деревню с нормальной такой хорошей едой нам привычной и тут мы поняли что на самом деле мы все эти годы здесь прожили в отсутствие комьюнити вокруг нас то есть мы были сами по себе были какие-то попытки нам и община предпринимала попытки нам чтобы мы вошли в еврейскую комьюнити религиозную но как-то нам показалось там неуютно и мы в общем-то не не влились туда не получилось у нас такого душевного эмоционального клика чтобы туда влиться надо понимать конечно что комьюнити у каждой комьюнити свои правила и свои порядки в основном комьюнити здесь они основываются на религиозной почве часто комьюнити бывают такие большие вот например украинской вилла в чикаго у них есть мало того что есть церковь куда все ходят и все общаются где легко завести нужные контакты может быть получить какую-то работу легальную или нелегальную но у них есть также и детский садик и школа то есть люди как-то сразу получается что они обихожены какими-то сервисами наверное в зависимости от их финансового положения они могут получить какую-то скидку на эти сервисы то есть им выживать немножко легче но то же самое происходит и не в русскоязычных комьюнити они тоже конечно религиозные есть какие-то межконфессиональные комьюнити но если человек приезжает и не знает куда ему влиться то имеет смысл пойти в какую-то близкую ему по духу церковь и может быть там он найдет понимание и какую-то помощь от других людей потому что дельные советы какая-то помощь первое время они конечно очень необходимы хорошо если удастся попасть какую-то русскоязычную комьюнити это действительно большая поддержка но и американские комьюнити тоже будут оказывать какую-то посильную помощь способность прижиться в американской комьюнити она опять же связана с тем что насколько человек открыт принятие других ценностей потому что конечно это все другое другая страна люди немножко по-другому живут и вот эта готовность принять вот эти ценности и присвоить их да и быть родным среди чужих ему людей это в общем-то некоторое напряжение но это преодолимое напряжение потому что молодой человек не обремененной семьей может влиться в это все и как-то почувствовать себя дома где люди помогают от всей души и рады его приезда и собственно так приезжала и наша иммиграция не мы конкретно а вот те которые ехали еще до нас ребята приезжали в совершенно незнакомые уголки Америки их встречали еврейские общины и они там как-то приживались и на первое время это было хорошо это была реальная помощь важно только если попадаешь такую русскоязычную общину важно только все таки понимать что язык все таки английский в Америке нужен и сильно не засиживаться в этой комьюнте а все таки понимать что это не гетто из которого нет выхода а это все таки открытые ворота в новый мир и человек все таки должен как-то пытаться выйти из этого гетто в противном случае это все превращается как в Брайтон где люди годами десятилетиями живут и они ни слова по-английски говорят но у них там тоже какая-то тем не менее своя жизнь когда мы были на Брайтон немного лет назад ну вот такая среда такая комьюнити нас как бы не привлекла но тем не менее на начальном этапе почему нет очень многие люди приезжали на Брайтон приживались там находили какую-то первую работу потом адаптировались у них появлялся хороший английский они находили лучшую работу и уезжали куда-то и это как бы нормальный способ иммиграции такой успешный когда человек поначалу получает какую-то помощь потом он уже становится на свои собственные ножки и топает дальше по этой своей новой жизни комьюнити помогают могут помочь найти первую работу и безусловно и американские и русскоязычные эта работа скорее всего не будет очень квалифицированная но это будет какой-то источник дохода и может быть даже это будет источник дохода для человека у которого нет права на работу поэтому такая помощь она очень ценна и очень важна и в комьюнити чем больше комьюнити тем больше у нее возможности по нахождению вот такой вот работы я знаю ребят которые приехали и пошли вот на бобу в еврейскую комьюнити и предложили работу там садовников обрезать кусты какие-то не бог есть какая работа не бог и сколько они платили но тем не менее даже эта работа помогла им продержаться на плаву и дождаться того момента когда они получат право на работу и когда они уже смогут устроиться на нормальную работу после того как человек получает право на работу он уже начинает смотреть более осмысленно по сторонам проходит какое-то время и начинает думать а что же ему делать дальше собственно и где ему жить дальше и вот это вопрос очень интересный потому что как мы заметили даже путешествие вот по миду исту по миду америки мы увидели что жизнь например чикаго или жизнь в пригородах чикаго там в полутора двух часах езды совершенно разная так же как она разная у нас одно дело это городской урбанизированный образ жизни другое дело это такой таки сельский образ жизни хотя нельзя сказать что лёгкая жизнь всюду нет лёгкой жизни не бывает всюду надо потрудиться всюду есть свои сложности но тем не менее эта жизнь разная ну и люди приезжают разные кто-то привык к серьёзному ритму большого города кто-то приезжает из маленького городка и ему тяжело находиться в таком бешеном ритме поэтому можно выбирать себе как бы жизнь поспокойнее мы честно говоря вот с михаилом эти выросли мы в крупных городах и я себе вообще не могла представить как мы будем жить в каких-то маленьких городках но тем не менее мы вначале приехали в город сан-франциско а потом через полтора года решили что нам нужно переехать долину потому что работа была здесь и я в этот момент очень не посадилась думаю как же мы пойдем в деревню где люди живут в своих домах мы привыкли жить в многоквартирных домах это совершенно не наш образ жизни нас очень это пугало тем не менее сейчас я чувствую себя настолько комфортно и я уже даже понимаю что я бы не хотела и не могла бы жить в квартире мне как-то было бы там тесно без участка куда можно выйти выпустить детей как-то место больше и по расторнее поэтому понятия людей меняются вот но нельзя сказать что у нас в долине ритм жизни расслаблен и я думаю что это конечно уникальная ситуация когда такой деревенский образ жизни сочетается с ритмом жизни большого города и со всеми его проблемами дальше вопрос вот какой свободное время свободные деньги семья дети каждый выбирает для себя кто-то выбирает во что бы то ни стало силиконовую долину где все безумно дорого и сейчас уже можно сказать наверное на 99 процентов что приезжающие люди скорее всего не смогут здесь отфортить не будут в состоянии купить себе отдельное жилье просто по той причине что цена у нас совершенно сумасшедшие цены на съем жилья сумасшедшие что не дают возможности накопить никаких денег и покупка жилья тоже стоит очень дорого и накопить таких денег это если только человек не привез с собой денег достаточно на down payment это нереально просто поэтому но здесь хороший климат да здесь тяжелые условия труда потому что люди которые работают в эти сфере это не нормированный рабочий день это легко может быть то есть то что это не 8 часов это точно но это может быть и 10 часов в день и 12 часов в день и на протяжении длительного периода в особенности если это стартапы и там нужно гнать 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 в этих условиях конечно мало времени остается на семью мало времени остается на детей да деньги зарабатываются но они уходят на жилье они уходят на бесконечных нянь водителей которые фактически занимаются воспитанием вашего ребенка и в нашем ритме жизни вот такие вещи происходят дети видят родителей только перед сном почитать книжку вот мы наблюдали жизнь Сергея который живет недалеко вот от этого сэн Джозефа где мы были там совершенно другая жизнь там более расслабленный ритм жизни там профсоюзы там люди ходят на работу вот и до даже если смена 12 часов то это смена 12 часов и потом целая неделя выходных и плюс еще обычные выходные ну в общем как бы жизнь носит более такой размеренные уклады остается довольно много времени на общение с семьей и общение с детьми и мы тоже понимаем важность и ценность этих вещей для того чтобы быть с детками для того чтобы понимать что у них как они растут и присутствие родителей в жизни детей значит очень много таким образом выбирая место куда вы едете вы в общем то заранее понимаете что это будет сопряжено с разным ритмом жизни ритм жизни крупного города может быть силиконной долины и ритм жизни такой более спокойно что же касается денег тут вопрос очень интересный потому что вот назывались такие цифры что прожиточный минимум вот там вот в этом сент-джосефе 45000 то есть если семья из двух человек получает 45 тысяч в год этого будет достаточно чтобы приобрести например дом за 160 тысяч выплачивать его потихонечку у них какие-то деньги там будут оставаться может не будет остаться но если они получают не 45 тысяч то есть не 12 50 в час например да 15 долларов в час то это уже 60 тысяч и соответствующие соответственно 15 лишних тысяч они уже могут тратить на какие-то вещи которые хочется соответственно со стилем своей жизни в силиконовый долин для того чтобы получилось лишние 15 тысяч это нужно уже зарабатывать очень большие деньги потому что здесь прожиточный минимум очень высокий и жить здесь в общем-то финансово довольно таки тяжело получается что свободные деньги легче заработать в глубинках вот там где прожиточный минимум невысокий тогда любая прибавка к жалованию она в общем-то идет все в копилку и таким образом получают свободные деньги а в америке все доступно в любой части америки каждый человек может приобрести это из другого конца то есть таких проблем дефицитов у нас нету и соответственно качество жизни существенно может быть выше чем в долине где все деньги уходят просто на как белка в колите люди крутятся 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 работают но этого хватает только вот на их поддержание существования лишних денег не остается конечно нам скажут вот у вас калифорнии какой климат а какой климат с чикаго это правда в калифорнии многие люди едут именно потому что здесь такой климат хотя и надо сказать что по нашему опыту этот климат довольно таки сильно портится становится более жарким если раньше люди вообще в домах не имели кондиционеров то сегодня это уже в общем то предмет необходимости то есть уже нужно иметь потому что летом жарковато но есть статистика которая говорит что организм адаптируется к климату в течение пяти лет у нас есть приятели которые живут в аризоне где летом очень жарко но они как бы живут там уже много лет им нравится и да у них включен кондиционер вот их организм как-то приспособился жить в сухом и жарком климате и в общем это не напрягает точно так же люди в чикаго живут я вам скажу более того что климат России если так на него посмотреть со стороны не такой уже это приятный климат чтобы так говорить вот мы приехали а тут дескать хуже мне кажется что в россии климат тоже дай бог каждому тоже не фонтан поэтому вопрос климата я бы отложила на более такой как бы дальнюю полку понимая что люди приспосабливаются да им нужна зимняя одежда зимняя одежда от ветра от дождя от снега от холода и так далее но тем не менее мы понимаем что все таки эта эмиграция она решает вот эти вот проблемы от которых люди уезжают эмиграция дает и финансовую стабильность уверенность в завтрашнем дне потому что как бы человек сам определяет свою судьбу он в малой степени зависит от государства когда люди живут вот в небольших районах и там есть какие-то наниматели в принципе люди живут жизнь как которую они жили раньше когда у них был один наниматель всю жизнь да конечно может так случиться что этот наниматель либо выйдет из бизнеса либо с ним что-то случится и может быть вариант того что им придется переехать вот у нас приятель переехал работал много лет на одном предприятии но там как бы была угроза того что она закроется и он постепенно постепенно он переехал совершенно другой штат другой климат на лучшие условия работы такое тоже бывает но во всяком случае понимая вот все эти мелкие вещи можно сказать что эмиграция как бы решает те проблемы от которых человек уезжает если подходить к этому правильно и разумно то есть для начала неплохо бы поехать туда где подешевле осмотреться попасть в комьюнити так легче там есть первая работа какое-то минимальное выживание а потом осмотреться и подумать куда же все-таки ехать дальше вот такие вот у меня размышления по этому поводу и до скорых встреч вот такие вот но и и и и и